В Николаеве снова стреляли в активиста-антикоррупционера. На этот раз целью киллеров стал Денис Борошковский. Кому он не угодил, выяснял Кирилл Ющишин. Нападение произошло в 7.40 утра. Жертва киллеров, активист и волонтер Денис Борошковский. Он как раз отвел детей в школу и возвращался домой. На Дениса напали в парке. Сначала брызнули в лицо из газового баллона. Потом в ход пошло огнестрельное оружие. Борошковскому удалось увернуться. От первой пули она попала в руку и прошла на вылет. Денис попытался убежать, но ему выстрелили в спину. Все это происходило на глазах его жены. Держал руку правую и кричал, вызывайте полицию. Я ничего вначале не поняла. Думала, может быть, случилось что-то с кем-то. А потом поняла, что что-то с ним не так. Выбежала на улицу, увидела, что он ранен. Поранение у меня тех тканей грудной клетины справа и поранение правой кисти. Раны с травматичной оружием. Преступники скрылись во дворах. По словам свидетелей, они сели в машину и уехали. Сам активист связывает покушение со своей общественной деятельностью. Благодаря работе Центра антикоррупционных расследований в Николаеве в прошлом году прекратили работать незаконные автовокзалы. А вчера на остановках снова появились нелегальные маршрутки, о чем Денис написал у себя на страничке в соцсети. У меня одна только версия, что это связано с, скажем так, транспортной системой города Николаева и нелегальными вокзалами, с которыми мы более полутора лет пытаемся навести порядок. Транспортная мафия, конечно, нелегальные отправления приносят огромные прибыли. Несмотря на резонанс, в полиции пока даже не возбудили уголовное производство. Более того, сам факт – нападение не внесли в реестр преступлений. На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. На месте происшествия изъято две гильзы. На правовую квалификацию у нас есть целые сутки, пока этот вопрос решается. Коллеги Борошковского возмущены бездействием полиции, но не удивлены. Говорят, их организация многим как кость в горле. В том числе областной администрации, мэрии и лично губернатору Савченко и городскому голове Сенкевичу. Я думаю, Дениса не запугаешь. Там его хотели, я думаю, все-таки покушение на убийство было. Не жалуют наши власти. То есть он говорит прямо о недостатках Сенкевича и Савченко. Прокуроры меняются, главные менты меняются, а все как было, так и остается. У нас ситуация совершенно не изменилась с борьбой с преступностью. Чуть меньше года назад неизвестные застрелили родного брата Дениса Борошковского Петра. Сегодняшнее покушение – уже третье нападение на николаевских активистов за последние полгода. Ранее преступники два раза пытались убить Дмитрия Макса. Резкий рост преступности в Николаеве отмечают после смены руководства обл. администрации. Новый губернатор Алексей Савченко хоть и обещал борьбу с криминалитетом, но пока результаты говорят об обратном. Сам Савченко очередное вооруженное нападение на активиста комментировать журналистам отказался. Дескать, пусть следствие разбирается. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Кирилл Ющенко.